Итак, друзья, я приветствую вас на нашем канале «Строй дом своими руками». Сегодня у нас очень интересная программа. Мы будем ставить двери. Быть честным, я очень долго готовился к работе по дверям, потому что знал, что это непростой процесс. Первоначально приготовил специальную даже ферму, чтобы можно было фрезеровочным станком зафрезеровать все возможные соединения петель и дверных замков и так далее. Но, как показала практика, друзья, возможно, на каких-то фирменных, мощных, деревянных дверях это и было бы нужно, но двери, которые мы чаще всего используем, простых вариантов, имеют очень много МДФ-вкраплений в себе. Поэтому проще всего оказалось работать простым ножом. Единственное, что потребовалось, и я прям рекомендую сделать данную вещь, если вы планируете поставить двери самостоятельно, это сделать специальные упоры для двери, дверного полотна. Потому что работать в таком ключе намного удобнее. И я изготовил их с простой фанерой двадцатки. Теперь дверь вставляется в специальные крепления, зажимается, и я могу работать с торцевой частью без каких-то вообще проблем. Начал я с того, что разметил места нахождения будущих петель. Они будут находиться по осям на 25 сантиметрах. Если говорить от края, то это 20 сантиметров. И таким образом, если вы сделаете это сразу изначально правильно, то у вас не появится в дальнейшем никаких проблем с монтажом. То есть вы в любом случае будете всегда от начала дверного полотна отмерять 20 сантиметров и укладывать туда дверную петлю. Зарезается петля тоже элементарно. Укладываем петлю, прикручиваем ее на место будущее. Единственный момент, сразу учтите, что петля немножечко выступает. Проверить это очень легко. На самом петлевом сгибе есть ответная часть, которая имеет небольшие зазорщики, и по ним можно смотреть плоскость двери. Вы это все поймете, когда первый раз приложите петлю сами к двери. Это все элементарно. По этой самой дверной части вы и равняете саму металлическую часть петли. После чего прикручиваете, предварительно прозинковав это место любым удобным шилом, сверлом, да хоть чем саморезом, и вкручиваете туда саморез. После чего берете простой канцелярский ножик и обводите петлю. Важно, здесь нужно не торопиться, не сильно углубляться, вести очень аккуратненько рукой, для того, чтобы у вас не произошло никаких срывов. Потому что сорвавшаяся рука может причинить немало бед. Начиная с того, что вы можете повредить себе свою руку, повредить тело, заканчивая тем, что вы повредите полотно. Это будет очень некрасиво. И каждый раз, когда вы будете подходить к своей любимой двери, вы будете видеть это самое неприятное место. Поэтому будьте аккуратны, это все-таки больше ювелирная работа. К сожалению, я не обладаю ювелирными мастерствами, и чаще всего я, конечно же, косячу. Да все мы косячим, друзья, но вы, наверное, нет. Небольшой спойлер из другого видоса про детскую площадку, но мысль не об этом. Хочу вас всех позвать на дзен, парни. Вот, и девчонки. Под видео в описании есть ссылка на дзен. Рекомендую, переходите. Там у нас сейчас проходят конкурсы, всякие розыгрыши, старые выпуски преобразовываются по-новому. В общем, там идет жизнь прям полным ходом. Прошу вас подписаться. Тем самым вы, как минимум, поддержите автора и заодно развитие нашего канала. Так все, начинаем делать двери. Петлю присадили, обвели. Карандашом обводить не советую, потому что карандаш все-таки имеет размер свой определенный, чертежный. Потом, когда вы будете по карандашу вести, вы сделаете зазор больше, чем это необходимо. А ножик канцелярский все-таки делает это более ювелирно. Обвели, снимаем петлю, срезаем защитный слой, но прежде, чем вы его срежете, сорвете, вы должны по торцу самой петли тоже провести линию канцелярским ножом. Тем самым вы полностью проведете весь периметр петлевого шаблона. Что делаем дальше? Мы наносим несколько резаных соединений именно канцелярским ножом, углубляясь приблизительно на миллиметра 2-3. Я решил, что у меня щели между дверями будут везде не более 3 миллиметров. Соответственно, я и пытался углубиться на 3 миллиметра. После чего мы берем простую стамеску, либо канцелярский нож, и очень аккуратно, методично начинаем срезать лишнее. Таким образом, через какое-то время кропотливой работы у нас получается с вами ровный петлевой паз. После чего сюда мы можем смонтировать петлю и уже работать дальше. Следующий шаг, который мы сейчас с вами сделаем, это уже засверливаем дверной замок. Делается тоже очень элементарно. Переворачиваем дверь. Главное, друзья, не перепутайте вверх-низ у двери. Для этого я специально с нижней части, с торцевой подписывал слово «низ» и также подписывал назначение данной двери. У нас просто 3 двери укладываются в левую сторону, 3 двери в правую. И я подписывал сразу, например, «низ» комната Элины или «низ» комната сына, комната Никиты, комната наша и так далее. Также, кстати, очень важно правильно установить замок. То есть мы знаем, что ручка замка всегда находится выше, а засов находится ниже. Поэтому прикладывая замок для сверливания отверстий под ручку, вы также должны внимательно этот момент учесть. Это тоже несложно. Теперь мы берем замок, просто переворачиваем его торцом к двери и прикручиваем его на будущее штатное место. Что я делал? Я до ручки от основания двери проводил ровно метр. Меткой отмечал, что будет ручка в этом месте, и отсюда мы уже шагали, куда пойдет замок. Прикручиваем его на основание и очень аккуратно также ножиком обрезаем первую главную вот эту часть. После того, как это сделали, снимаем замок, помечаем, кстати, его габариты, габариты самой механической части, для того, чтобы знать, куда засверливаться. Снимаем замок, срезаем также эту защитную планку. Беру перку на 14, можно купить на 16, потому что как раз она будет в аккурат. Я брал на 14. И засверливаю несколько отверстий, для того, чтобы выбрать зону, где будет заходить механическая часть. Что еще важное сделал? На самой перке я сделал отметку маркером, докуда нам сверлиться. Потому что если вы засверлитесь дальше, вы можете просто вынырнуть с другой стороны полотна двери, и это все будет очень некрасиво в декоре. Объясню наглядно, где это можно вынырнуть. Когда вы будете засверливаться, можно вообще нечаянно, нечаянно где-нибудь вот здесь вылезти. А еще можно повредить стекло, и можно натворить разных неприятных бед. Друзья, далее, после того, как мы все засверлили, мы берем простую стамесочку и начинаем это все зачищать. Что интересно придумал производитель? Чаще всего с внешней и с внутренней стороны, после фасадной красивой декоративной накладки, точнее, декоративной пленки, производитель использует плотный материал, типа, ну это не фанера, ну это и не МДФ, это что-то такое плотное, какое-то, ну не дерево, это какой-то вот такой состав. Стамеской работая, вы как раз проходите это все дело очень аккуратно, вынимая сердцевину, которая сделана из МДФ. МДФ это прессованная бумага. Возможно, только мои двери попались такими, поэтому, может быть, у вас будет вообще массив двери. Поэтому, наверное, в каком-то случае вам придется прям поработать стамеской активно. Берем молоточек, стамесочку помельче и начинаем ювелирить. Это несложно. После того, как мы эту работу сделали, мы засверливаем в тех местах, где будут ручки, прикладывая механическую часть опять к двери, просверливаем эти отверстия, опускаем туда замок и уже у нас замковая часть готова. Замок можно уже вкрутить навсегда. Если все получилось хорошо и работает он безотказно, то можно его уже не трогать, пусть он так и находится в двери. Следующим шагом мы берем с вами торцовочную пилу, которую я уже вам сегодня показывал, а может и нет, вы сейчас ее увидите. Она может быть любой, сразу говорю. Но я использовал компанию ДЕКО, потому что с этими ребятами я уже давно работаю. Берем торцовку, берем ответную часть двери, то есть откосы, замеряем на двери таким образом, чтобы сверху до зарезки 45 градусов у нас было 3 миллиметра, а снизу, там где будет у нас пол, если он у вас ровный, то это хорошо, если не ровный, значит берите паз больше. Я брал полтора сантиметра. Многие делают сантиметр. Я посчитал, что полтора будет хорошо, тем более, что сверху у меня в дверных проемах там просто свободного места море. Поэтому сделал, в общем, в таком ключе. Запиливаем 45 градусов, также замеряя обязательно левая и правая часть, то есть куда будет открываться дверь, это тоже важно. Хотя, да, это важно. Запиливаем, прикладываем на место, замеряем места петель, отмечаем это и начинаем зарезку петель по тому же самому графику, как я делал на дверных полотнах. Зарезал только два самореза, чтобы в дальнейшем, когда мы уже поставим дверь, еще два зарезать, и уже это было крепко, мощно. Потому что иногда приходится выкручивать саморезы, тем самым дверь немножечко расслабляет. Хотя, друзья, знаете, такие же аналоговые двери находятся у меня, у знакомых, и они уже несколько лет стоят, и проблем никаких не имеют. После того, как мы это все сделали, я беру просто дрель, в 45-ти градусном своем зарезе углового откоса я запиливаю косые шаблоны, для того, чтобы туда втянуть саморезы. Я брал цинковые саморезы, 3,5, по-моему, на 7 или на 6. Это вообще не имеет значения, можете и черные туда забить, это вообще без проблем. Шуруповертом это все дело вкручиваем, в общем, проблем здесь никаких точно не будет. Вы слышите, да, на протяжении сегодняшнего всего моего рассказа, слово проблем здесь не будет, звучит очень много раз, потому что действительно проблем нет. Я боялся ставить двери, как оказалось. Главное, аккуратность. Опять же скажу, что в моем случае ее нет, но, наверное, не буду. Не буду так говорить. Я беру откосы отдельно, поднимаю их на второй этаж, так как у меня все основные двери ставятся там, и откосы ставлю уже на места. Что еще я сделал заранее, и советую этим делом не пренебрегать. Я взял простые подвесы, которые для гипсокартонного потолка у меня остались, нарезал их ножницами по металлу, и прикрутил с торцов, для того, чтобы зафиксировать первоначально рамку в проеме для запенивания. В дальнейшем она также там и останется, будет поддерживать двери от ударных нагрузок. Все-таки дети по дому бегают, играют в игры, хлопают дверями и так далее. Хотя это не совсем правильно, но они так могут сделать. И чтобы вы не волновались и каждый раз не вскрикивали от страха, от того, что дверь где-нибудь щелкнула, или ветер сквозняком ударил, вот эти самые подвесы, они будут дверь держать, и надежно ее страховать. Поднимаем, собственно, рамку дверного проема на этаж, устанавливаем ее в проем, так как она должна будет находиться без самой двери. Лазерным уровнем я отмеряю горизонты, все возможные, которые необходимы по верху, по низу, по горизонту, верхняя часть рамки и так далее. После чего я подвожу дверь, когда это уже зафиксировано. Можно несколько раз ударить пеной в 3-4 местах, чтобы это зафиксировалось, но я так не делал. Я просто приносил дверь, ставил ее на подпорку, равную 1,5 см, как у нас есть паз под дверью. Прикручивал ее на место, закрывал. В это время я оставался замурованным в комнате примерно полчаса. Вставлял туда подкладки, равные 3 мм по периметру, вверх, вниз и бока, и запенивал дверь с внутренней стороны. Сам находясь в это время в этой комнате, и, в общем, пока сидел в телефоне, пока изучал новые всякие фишечки и девайсы, которые выпускают ребята из компании, которые мне нравятся. Кстати, секундочку, сейчас вам расскажу про эту вещь, потому что это реально достойное уважение штукенция. Вот такой вот замечательный мини-сверчок размерами всего лишь со спичечную коробочку призван делать великие вещи, друзья. Работаю с ним уже на протяжении некоторого времени. Имеет всего две кнопки. Одна кнопка включения и вторая кнопка выключения. Может делать различные расчеты, начиная от квадратуры, кубатуры, всяких диагоналей. Но самое интересное, друзья, даже не в этом. С помощью вот этого замечательного приложения Rage Finder можно связать эти два аппарата. Во-первых, мы можем использовать его как линейку. Это, кстати, тот самый фактор, о котором я всегда думал, почему лазерные дальномеры не имеют такой функции. Порой бывает нужно замерить расстояние, которого ты пока не знаешь. Для этого всегда приходилось использовать рулетку. В данном случае этим аппаратом можно легко сделать необходимый размер и отметить его на плоскости. То есть он каждые секунды делает замер. Это первое. Здесь сохраняешь и все. Второй вариант – он умеет рисовать. Это просто что-то нереальное. Смотрите. Нам нужно, например, нарисовать комнату. Что мы делаем? Первую поверхность. Замеряем. И эти данные автоматически переносятся в мой телефон. Теперь я рисую вторую стену. Замеряю. 4,792. И мы видим, что эти данные тоже уже сюда внеслись. Теперь я рисую следующую стену. Метр 858. Смотрим. Уже тоже эта отметка есть. Таким образом, мы сейчас можем смело просто с вами взять и нарисовать виртуальную комнату, например, для замера напольных покрытий, для обоев, для хоть чего. Выключается он одной кнопочкой. И вот этот малыш фирмы FNIRSI. Карманный брелок, можно сказать. Кстати, имеет разъем Type-C, как и мой телефон. Что тоже очень немаловажно. Удобно заряжать, удобно носить с собой, удобно использовать. Я всем рекомендую такой брелок. Не пробовал пока его использовать на всех 40 метрах, как заявлено производителем. Не пробовал использовать его на улице. Многие в обзорах, в различных, пишут, что это плохо. Но мне это нравится. Смотрите, при повороте у него идет переключение цифр. Вы всегда видите шкалы в удобном вам формате. Так, друзья, приобрести данный аппарат вы можете по ссылке под видео. Там я для вас оставлю. Продается он на всех доступных площадках. Поэтому рекомендую. Так, ну мы отвлеклись. Теперь дальше. После того, как я замурованный в этой комнате провел полчаса, я аккуратно вытаскиваю подпорки, открываю дверь, выхожу наружу, закрываю ее снова, оставляю уже внутри сына. Да, вот такой процесс я придумал, и мне он очень понравился. Он вставляет прокладочки эти обратно, как и было изначально. А я снаружи запениваю уже второй контур. Советую пенить всегда на два раза, потому что тогда полимеризация монтажной пены будет идти правильнее. И у вас не появится раковин воздушных и так далее. Да, это мне еще рассказали, когда я окна пластиковые ставил, и я привык так всегда пенить. Получается более качественный пенный шов. После данной работы проходит еще полчаса. Ну, примерно, короче, на дверь уходило час на монтаж. Можем ее смело открывать. И дверь наша, ура, готова к работе. Показываю, как это все работает. Ну, только единственное, что в этот момент мы знаем, что ручки еще не установлены. Что делаю я дальше? Я беру ручки, покажу вам сейчас, как это все монтировал. Тут все элементарно. Единственный, да здесь даже никаких секретов нет, единственный секретик, который могу сказать, что в открытом положении она всегда вертикальна, в закрытом она всегда находится в горизонтальном положении. Я так решил, но, возможно, это и правильно, по принципу водопроводного крана, да? Когда он открыт, это проточный вариант, когда закрыт, вы видите, что он замкнут. В общем, вот этим элементарным путем мы установили двери. Теперь нам осталось установить только красоту. Делается это еще проще, чем монтируется сама дверь. Все дверные доборы, они как конструктор лего, собраны уже на заводе для того, чтобы их просто установить на место. Что мне нужно сделать? Это в планках, которые ставятся опанелки с фасада, зарезать места там, где у меня замок примыкает, потому что там в пазу, вы видите, немножко есть. Потом здесь, там, где идут саморезики, тоже чуть-чуть подрезать, но это вообще элементарно, и подрезать вот этот вот пазик. Что мне для этого сейчас нужно? Просто ножовочка, либо торцовочка и карандаш. Все. Вот эту работу я сейчас проведу прям при вас, буквально за 5 секунд, и потом мы с вами уже подытожим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Самостройщиком в монтаже своих дверных проемов. Я очень рад был вас сегодня видеть. До скорых встреч. Увидимся буквально с вами через неделю, надеюсь. Хотя у нас скоро сплав. Это помните? Сплав на нашем железном двухтонном сплоту, который мы построили своими руками. Увидимся с вами буквально через несколько дней, неделю. Все. Пока, пока, пока. Продолжение следует...